Год назад, 9 мая, во время празднования Дня Победы, специальный представитель президента России в Приднестровье Дмитрий Рогозин заявил о старте российской специальной программы, которая предусматривает возведение 12 объектов, среди которых детские сады, школы, больницы и медицинский факультет Приднестровского университета. Рыбница, Григориополь, Бендера, Тирасполь, Суклея – такова география масштабного строительства, развернувшегося в Приднестровье. Список строительных объектов впоследствии был расширен. В него включили перинатальный центр и бетонный завод. Он был сдан практически в рекордные сроки и оборудован современными системами управления. Вслед за ним в Тирасполе открыл свои двери новый детский сад. Уже поднимаются этажи корпуса химиотерапии нового онкологического центра и туберкулезного диспансера. Близится к завершению строительства ряда средних учебных заведений. На очереди открытие в Тирасполе центра матери и ребенка. Один этаж осталось монолитных работ и начаты уже кладочные работы по первому этажу и в подвальном помещении, ну полуподвал там. Значит, здесь мы планируем комплекс из трех зданий. Это будет центр матери и ребенка, это будет терапевтическое отделение. За ним проектируется здание хирургического отделения. После этого, по крайней мере в планах, существующее здание роддома, провести капитальный ремонт и полностью закрыть цикл по педиатрии всего региона. Планируется, что уже 1 сентября целый ряд объектов, в том числе и центр матери и ребенка, будут сданы в эксплуатацию. В возведении строительных объектов на левом берегу Днестра заняты подрядчики не только из Приднестровья. Здесь сегодня трудятся строители из правобережной Молдовы, Украины и России. Станислав Выжга, Александр Смирнов, Павел Воскобой. Ведомости. Продолжение следует...